Ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна. Адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители! Позвольте вновь вам представить постоянного колумниста журнала «Уголовный процесс» Оксану Валентиновну Качалову, доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры уголовно-процессуального права имени Радутны. Здравствуйте, Оксана Валентиновна! Здравствуйте, Софья! В восьмом номере журнала «Уголовный процесс» за 2024 год вами была опубликована статья «В каких ситуациях не требуется возвращение дела прокурору?» И поскольку мы все знаем, что пленума по 237 на настоящий момент нет, очень бы хотелось узнать, в каких ситуациях все-таки не требуется возвращение дела прокурору, и суд может продолжить или же принять дело к рассмотрению. Вообще это очень сложный вопрос и очень неоднозначный, и я хочу сказать, что в настоящее время Верховный суд работает над проектом нового постановления пленума, который посвящен статье 237 возвращения уголовного дела прокурору. И мы все понимаем важность и значимость данного процессуального института, который позволяет устранить все препятствия для рассмотрения уголовного дела судом с тем, чтобы обеспечить защиту и публичных интересов, и интересов потерпевшего. Соответственно, мы все понимаем, что написано в статье 237, но как это применяется на практике, здесь вопросов возникает очень много. Потому что нет какого-то единообразия, нет четких критериев и нет четких ответов на вопрос, в каких же случаях все-таки суд должен вернуть уголовное дело прокурора, а в каких он уголовное дело прокурору не возвращает. Потому что нет двух одинаковых уголовных дел, нет двух одинаковых ситуаций, нет двух одинаковых обвинительных заключений. И понятно, что, наверное, вряд ли мы встретим уголовное дело, которое вообще идеально расследовано, и где нет никаких вообще помарок, никаких недостатков, недочетов. Ну, понятно, что какие-то недочеты, они влекут возвращение уголовного дела прокурору, какие-то не влекут. И вот задача сейчас Верховного суда в пленуме и задача правоприменительной практики все-таки прийти к какому-то более или менее единому знаменателю для того, чтобы определить, в каких случаях суд может сам устранить вот эти недочеты, а в каких случаях все-таки суд должен возвратить уголовное дело прокурору. Остановлюсь на маленьком моменте, что в настоящее время существует только четко проработанный алгоритм возвращения дела прокурору. Все остальные вопросы остаются под вопросом. Да, все остальные под вопросом. И смотрите, какая парадоксальная ситуация возникает. Когда суд возвращает уголовное дело прокурору, фактически это означает брак в работе прокурора и в работе предварительного расследования. И фактически суд в этом случае вступает в некий, условно говоря, конфликт с прокурором, не желая рассматривать уголовное дело по объективным причинам, понятно, которые прокурор направил в суд. Прокуроры, конечно, всегда обжалуют возвращение уголовного дела по 237-й вышестоящие суды. А вот вышестоящий суд, он может принять решение, либо поддержать суд, либо поддержать прокурора. И получается, что нередко вышестоящие суды поддерживают прокурора, а не поддерживают суд, который вступил в некий конфликт с прокурором. Это тоже может быть, в общем, некой проблемой при рассмотрении конкретных дел. Вы знаете, Оксана Валентиновна, Вы в своей статье очень четко предусмотрели градации, оснований, почему касационная или апелляционная инстанция не согласилась с нижестоящим судом и все-таки потребовала вернуть дело в суд для продолжения рассмотрения, а отменила определение о возвращении дела прокурору. И я бы хотела прямо пролететь по тем основаниям, которые Вы установили в своей статье. Не прекращено уголовное преследование при изменении обвинения. Да, значит, это одно из оснований. И позвольте, коротко расскажу о сути дела. Суд, когда вернул уголовное дело о мошенничестве, указал, что предъявленное обвинение содержит указание на общий период времени совершения преступления, общую сумму денежных средств. И потом изначально лицо обвинялось по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса, потом его деяние было переквалифицировано на мошенничество, ему было предъявлено другое обвинение. И суд решил, что следствие должно было прекратить по 290 и возбудить по 159. Вот суд высшестоящей инстанции с этим не согласился, указав, что такой подход не является нарушением закона, поскольку изменение обвинения произошло. Ему перепредъявили обвинение. И вот такой сложной процедуры, когда мы меняем обвинение, что здесь прекратить, а там возбудить не требуется. Я думаю, что с таким подходом в целом мы можем согласиться. И я с вами полностью согласна. Если в ходе судебного рассмотрения будет установлено, что лицо привлекается не по той статье, а по более мягкой статье, и не по 290, а по 159 статье, то суду не надо требовать нового постановления о возбуждении уголовного дела по 159 статье. Суд просто выносит приговор, в котором указывают, что отсутствует состав преступления 290, и привлекает лицо к ответственности по 159, назначает наказание по 159. Если следовать с этой аналогией, то следствие поступило так же, как поступил бы суд, рассматривая дело. Совершенно верно. Вот в такой ситуации может быть только одно исключение, когда, например, новое обвинение существенно отличалось бы по фактическим обстоятельствам дела. И тогда, если бы это происходило в суде, лицо не могло бы полноценно свое право на защиту осуществлять. Но в данной ситуации этого не произошло, поэтому суд вполне мог сам принять решение по данному вопросу. Следующий пункт, на котором бы я хотела остановиться, это установлены не все фактически обстоятельства дела. Имеется в виду дело о ДТП, когда не было установлено направление движения и местонахождение транспортных средств. И вышестоящая инстанция решила, что оснований для возвращения прокурора нет, суд может все сам определить. Вот что вы скажете по этому пункту? По этому пункту можно сказать следующее. Я буду опираться на то судебное решение 2-го кассационного суда общей юрисдикции, которое было проанализировано. Суд кассационной инстанции счел, что в обвинительном заключении описаны события преступления с привязкой к местности. А суд, когда возвращал уголовное дело прокурору, говорил не очень понятно, в каком направлении транспортные средства двигались, на какой стороне автодороги располагалась автостоянка, выезжала ли обвиняемая на автодорогу с прилегающей территории. Суд кассационной инстанции счел, что все это есть в материалах уголовного дела. Суд мог бы вполне разобраться. Очень важный вывод один, который вы, собственно говоря, имели в виду, когда подняли этот вопрос. Предполагаемое отсутствие в предъявленном обвинении надлежащего описания того, в чем выразилось нарушение конкретного пункта правил дорожного движения, либо недосказанность данного обстоятельства предопределяет не возвращение уголовного дела прокурору, а исключение судом из обвинения указания на нарушение этого пункта, что не препятствует рассмотрению дела по существу. Мне кажется, это очень правильная позиция. Великолепно. Если нет ссылки бланкетного характера на то, какие нормы нарушены, которые регулируются другими нормативно-правовыми актами, этих ссылок нет, непонятно, в чем лицо обвиняется, суд просто должен исключать ссылки на эти пункты. Великолепное решение. Ну и следующий момент. Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам. Мы говорим о том случае, когда было предъявлено одно обвинение по одному преступлению, а не 13 фактических различных эпизодов совершения более мелкого преступления, но аналогичного. Да, это тоже очень интересный случай, интересная ситуация, когда лицо обвинялось в посредничестве, во взяточничестве, при этом взяткополучатель уже был осужден за 13 преступлений, а посредника осуждали, обвиняли в совершении одного продолжаемого преступления. Суд вернул уголовное дело, посыл суда был такой, ну вы разберитесь, там у вас 13, здесь одно, и потом уже направляете дело в суд. Но Кассационный военный суд посчитал, что такой подход неправильный, потому что доводы касались исключительно квалификации соединенного вот этим лицом-посредником. И если фактически обстоятельства дела не изменяются, то суд вполне мог сам в судебном седании разобраться, речь идет о нескольких преступлениях, либо речь идет об одном преступлении. Тем более, если несколько преступлений не являлись менее тяжкими, и ничего не мешает суду изменить квалификацию деяния лица. Ну и я хочу остановиться на очень таком животрепещущем, в настоящее время преступлении, это незаконная миграция. И объем обвинений не соответствует обстоятельствам дела. В этой статье, в этой части статьи, вы описываете незаконную постановку на регистрационный учет мигрантов. Да, у нас такие случаи сейчас находятся, как мы понимаем, в связи с особенностями современного периода жизни нашей страны на особом контроле. И нередко мы говорим о резиновых домах или квартирах, где сотни незаконных мигрантов зарегистрированы. Вот одно из таких дел рассматривалось в суде. В суде были вменены 7 эпизодов по статье 323 УК в отношении 21 иностранного гражданина лицом. Суд вернул уголовное дело прокурору и говорит, что в ходе дознания 18 иностранных граждан не установлены, не допрошены, хотя каждый случай эффективной постановки на учет по месту пребывания предполагает установление персональных данных каждого гражданина или лица без гражданства и конкретные обстоятельства по каждому деянию. Суд решил, что вот эти 7 эпизодов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку в обвинительном акте есть сведения о 21 иностранном гражданине. Но Кассация сочла, что это препятствием не является, что для квалификации действий по данной статье необходимо установление вообще самого факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. Одно это лицо 25, 58, здесь уже не имеет значения, тем более мы понимаем, что не всегда мы можем найти вот этих иностранных граждан, установить, где они находятся, да, установить их персональные данные, поскольку они могли просто раствориться на просторах нашей необъятной Родины. Но тем более, если из 21 лица 2, 3, 4 уже установлены, то событие преступления имеет место быть. Ну и перейдем к следующему моменту. В обвинительном заключении нет показаний ряда свидетелей, но в деле они имеются. Вот здесь очень интересная ситуация. Общий посыл, да, общая тенденция в развитии практики такова, что если лицу было предъявлено обвинение, в материалах дела сведения имеются, но по каким-то причинам в обвинительном заключении какие-то данные упущены, в этом случае суд может воспользоваться теми материалами уголовного дела, которые имеются, и, собственно говоря, непосредственно установить в ходе судебного заседания те обстоятельства, которые необходимы, если это не нарушает право на защиту. В обсуждаемом деле, значит, неизложение органам предварительного следствия в отраженной в обвинительном заключении фабуле обвинения обстоятельств причинения телесных повреждений потерпевшему подсудимому. Первая касация решила, что суд вполне может это установить в судебном заседании, если это не изменяет объем обвинения. Так у нас никто работу государственного обвинения тоже не отменял. Поэтому, ну и перейдем к еще одному моменту. Обвинение базируется на порочных или сомнительных доказательствах. И вот это уже очень интересно. Да, это очень интересный случай. Случай нетривиальный. Сначала несколько слов расскажу о фабуле дела. Гражданин обвинялся в разратных действиях в отношении малолетней. И в суд поступило уголовное дело. Суд, знакомый с материалами дела, пришел к выводу о том, что не изложены фактические обстоятельства, при которых была выполнена объективная сторона преступления, не приведена совокупность фактов, которые составляют объем обвинения. И самое главное, в чем, собственно говоря, камень преткновения, когда проводился допрос малолетний, неоднократно были заданы наводящие вопросы, которые носили утвердительный характер. То есть малолетнему потерпевшему навекали наводящие вопросы. И при заключении, по заключению экспертизы, он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела. Его фактически подталкивали к конкретным ответам. И вот этот протокол допроса, он является ключевым доказательством и фактически единственным прямым источником информации, которое содержит обстоятельства и детали происшедшего. При таких обстоятельствах суд вернул уголовное дело прокурора, а вот Кассация не согласилась. Он сказал, что в обвинительном заключении указано, какие действия конкретно были совершены, которые составляют объективную сторону преступления. Но при этом суд, когда указал на то, что фактически недопустимое доказательство было, когда основной источник информации связан с тем, что малолетнего подводили по этому. Получается, что суд, не начиная рассматривать уголовное дело, дал оценку доказательством, оценил его как предположительно недопустимое, чего делать нельзя было. Суд должен был принять дело к своему рассмотрению и уже при необходимости исключить доказательство и вынести решение уже без него. Но я могу лишь предположить, почему суд так поступил. Вполне вероятно, что суд посчитал невозможным... Вынесение обвинительного приговора. Да. Мы так и понимаем, потому что практика, к сожалению, идет такая, что если суд понимает о невозможности вынесения обвинительного приговора, потому что в суде доказана полностью обратная позиция государственного обвинения, суд зачастую не прекращает дело и не оправдывает, а возвращает по 237. Это, скажем так, более корректные показатели для остальных процессуальных оппонентов защиты. Ну что ж, я хочу обратиться к новому моменту. Предъявлено неконкретное обвинение, а именно ущерб посчитан и с НДС, и без НДС. Ведь Верховный суд очень четко по этому поводу высказался, что налоги не входят в размер ущерба. Поэтому суд посчитал возможным вернуть дело прокурору. И что вы скажете по этому делу? Ну, видимо, следователь не знал позиции Верховного суда, и поэтому на всякий случай посчитал ущерб с НДС, ущерб без НДС, отдельно по каждой позиции, в целом посчитал. В общем, посчитал все, что мог посчитать. Вот. Отправил дело в суд, да, суд посмотрел, решил, что, ну, вы определитесь вообще все-таки, какой у вас там конкретный размер ущерба, потом мы будем это рассматривать. Но Третье, Кассационный суд общей юрисдикции, посчитал по-другому, сказал, что вам представили выбор, да, вы уже в суде можете, и разобраться, какой именно ущерб, да, это совершенно необязательно возвращать уголовное дело прокурору. Ну, ремарку внесу, если это преступление не касается именно налоговых преступлений, тогда налоги не учат. И не влияет на квалификацию. Да, конечно же. Так, следующий пункт. Не указан один из квалифицирующих признаков при изменении обвинения в ходе следствия. Вы говорите о ситуации, когда при предъявлении обвинения лицу было несколько квалифицирующих признаков, а в обвинительном заключении остался один, и суд посчитал возможным вернуть дело прокурору. Здесь такое решение тоже было отменено вышестоящим касационным судом, это вторая касация, которая сказала, суд просто должен был исключить лишний признак квалифицирующий из объема обвинения, чего он не сделал. Ну, вот как защитник. Защита готовится предоставить доказательства, опровергающие позицию обвинения, и готовится по двум пунктам, готовится в полном объеме. И потом понимает, что один из пунктов исключен, но может быть так, что один взаимосвязан и вытекает из другого. И все-таки, вы считаете, это не может нарушать позицию лица на защиту, потому что он готовился защищаться по одному, а в итоге осталось другое. Ведь обвинительное заключение лицу выдается после того, как закончено полностью все следствие, со всеми делом он ознакомлен, и уже только непосредственно передается обвинительное заключение лицу в руки, и дело поступает в суд. И тогда на стадии следствия он не мог защищаться в том виде, в котором у него составлено обвинительное заключение. Софья, в идеале, конечно, предъявленное обвинение должно досконально совпадать с обвинительным заключением, для того, чтобы не возникало вопроса о пределах обвинения, не возникало вопросов в суде, не нарушалось право на защиту. Но если этого не произошло, то суд в любом случае должен всегда занять позицию в пользу подсудимого. И я считаю, что все-таки, когда автоматически исключаются какие-то квалифицирующие признаки, то это всегда в пользу подсудимого. И это правильно. А вот в следующий случай подсудимый просто не явился на судебное заседание, потому что первоначально была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, потом она была отменена, и подсудимый не явился. О, София, это целый ворох проблем, который связан с тем, что суд не может начать рассмотрение уголовного дела ввиду того, что не установлено нахождение обвиняемого подсудимого и невозможна его явка в суд. Формально обвинительное заключение может быть совершенно нормальным, но препятствие в виде невозможности явки подсудимого в суд... Он неверный адрес, тот адрес, по которому подсудимый в принципе, может быть, не проживал и не проживает, или имеет только регистрацию, но фактически не находился, и суд не знает, где искать этого подсудимого и как его вызвать надлежащим образом на судебное заседание. Да, но это не основание для того, чтобы возвращать дело прокурору, потому что это не то препятствие, не то основание. То есть таких оснований для того, чтобы найти подсудимого, его привести для возвращения уголовного дела прокурору нет. То есть нужно включать все необходимые ресурсы для того, чтобы действительно компетентные органы должным образом уведомляли его, искали, где он находится, и доставляли в судебное заседание, а не возвращать уголовное дело прокурору. Перейдем к следующему пункту вашей статьи. Отсутствие заявления потерпевшего по делу частно-публичного обвинения. И это больная точка 159-й статьи Уголовного кодекса. Да, это так, поскольку по общему смыслу расследование уголовных дел частно-публичного обвинения, рассмотрение возможно только при наличии заявления потерпевшего. Но есть, в общем-то, в данном случае исключение, которое в этой ситуации суд не учел, если ущерб причинен в данном случае лицу, которое является унитарным, муниципальным предприятием, государственной корпорацией, то есть там, где есть государственные или муниципальные интересы, государственные или муниципальные какие-то финансирования, вливания, то в этом случае такого заявления не требуются. И дела частно-публичного обвинения могут, в общем-то, расследоваться и при отсутствии такого заявления. В нашем случае это был фонд поддержки предпринимательства одной из республик. Первоочередными источниками формирования его являются субвенции и субсидии органов государственной власти, единственным учредителем Министерства экономики субъекта. И, конечно, при таких обстоятельствах обязательного наличия заявления потерпевшего по части 4 ст. 159 УК не требовалось. А уголовное дело возбуждено не по всем эпизодам преступной деятельности, либо не в отношении всех преступников. Здесь тоже интересное очень дело, да, весьма широко распространенное дело об обманутых дольщиках, коим, может быть, не из числа. И вот в нашем случае, в нашем деле суд посчитал, что по 233 преступлениям уголовные дела не были возбуждены, не были возбуждены в отношении конкретных лиц, но Конституционный суд посчитал по-другому. Конституционный суд указал, что материалы дела содержат постановление о возбуждении дела по факту хищения неустановленными лицами, исчезла руководителей организаций по части 4 ст. 159. И вот этой такой достаточно расплывчатой формулировки возбуждения уголовного дела вполне достаточно для того, чтобы, в общем-то, охватить этим все в будущем, что будет предъявлено фигурантам. Позже было возбуждено еще 72 уголовных дела. По заявлениям всех лиц, которые признаны потерпевшими, приняты процессуальные решения о возбуждении уголовного дела. Все они объединены в одно производство с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Соответственно, нам не требуется по каждому заявлению каждого потерпевшего в отношении каждого эпизода, по каждому обвиняемому в этих случаях возбуждать уголовное дело. Еще интересный пример вы приводите. Когда следователь в протоколе осмотра предметов и документов, осматривая источник общения, диск, нецензурную лексику, заштриховал знаками и символами. И в суд был представлен соответствующий протокол осмотра предметов и документов с наличием неопределенных символов, без нецензурных слов. И суд посчитал, что это недопустимо. О, это очень интересный пример. Мы с вами понимаем, как часто встречаются непечатные выражения, табуированная лексика среди, в общем-то, участников процесса. И по понятным причинам в том виде, в котором ведется эта переписка, ведется эти слова, они не могут использоваться в материалах уголовного дела. Соответственно, следователь их правильно заштриховал. Это более чем достойный поступок. Более чем достойный. Но вот почему-то суд решил, видимо, подозревал, что там какая-то за этими точками кроется какая-то дополнительная информация. Ошибку совершил суд. Ну что уж тут говорить. Кассационный суд посчитал, что следователь все правильно сделал. Это соответствует закону о государственном языке. Но ни в коем случае не влияет на существо обвинения наличие вот этих штрихов. Можно же не останавливаться на протоколе осмотра. Можно же включить этот диск, CD, диск, флеш-карту и послушать судебное заседание, чтобы убедиться, что следователь все выполнит. Ну и следующий момент. Переходим к окончанию следствия. Если следователь, дознаватель не ознакомил всех потерпевших с материалами дела, не выполнил в полном объеме 215 статью УПК. Да, здесь тоже ситуация интересная. Особенно касается тех дел, когда у нас есть не одна сотня потерпевших. Обманутые дольщики. Обманутые дольщики. Те же самые, с которыми есть масса проблем. Суд посчитал, что 215-й не выполнено, но касаться с этим не согласилась. Почему не согласилась? Потому что было 864 физических лица и 9 юридических лиц потерпевших. Всем им разъяснялись права. Согласно материалам дела, потерпевшие их представители в большинстве своем заявили о нежелании знакомиться с материалами дела. Нежеланием знакомиться с материалами дела по окончании расследования. Нежеланием участвовать в судебном рассмотрении уголовного дела. Два человека, два потерпевших ознакомились. Большинству был возмещен материальный ущерб в ходе предварительного расследования. И при таких обстоятельствах суд посчитал, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору нет. Если же суду нужны вот эти потерпевшие, суд уже в судебном седании может установить их местонахождение, либо вызвать их для дачи показаний, либо при согласии сторон огласить данные ими ранее показания для того, чтобы рассмотреть уголовное дело по существу. И вернусь к крайне сказанному. Работу гособвинителя никто не отменял? Ну и последний, скажем так, абзац, который вы выделяете. Отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты при применении бланкетных норм УК. Мы с этого с вами начали, когда было дело о ДТП, но здесь другое дело. И расскажите, пожалуйста, все-таки наличие бланкетных норм и их отсутствие может ли влиять на необходимость возвращения дела прокурора? Практика по данному вопросу неоднозначная и весьма спорная. И я, наверное, могу сделать вывод о том, что дело рознь. То есть в одних случаях отсутствие таких норм, конечно же, влечет за собой необходимость возвращения уголовного дела прокурору. В других случаях, если речь идет о том, что ссылки на какие-то нормы другого нормативно-правового акта есть, на какие-то нет, например, правила дорожного движения, о которых мы говорили, то те, где ссылок нет, просто исключаются. Либо если речь идет, например, о нормативно-правовых актах ведомственного характера, должностных инструкциях, приказах и так далее, то в данном случае вообще возвращения не требуется, поскольку суд в первой инстанции и даже в абилляционной инстанции об этом говорит пленум, значит, о практике по делам о мошенничестве, присвоении и расстраде, суд может вполне самостоятельно этот пробел восполнить. Но если речь идет о том, что, например, о нарушении норм экологического законодательства... Или от должностных преступлений, где необходимы обязанности, прямые обязанности установить, входит ли это в его обязанности или нет. В этом случае отсутствие ссылки на бланкетные нормы, по сути, лишает вообще возможность понять, в чем конкретно обвиняет лицо, что конкретно он нарушил, что конкретно он сделал. В чем состав. В чем состав преступления и, соответственно, делают невозможным рассмотрение уголовное дело по существу, не говоря о том, что уже могут нарушить право на защиту. Оксана Валентиновна, я вас благодарю. Этот номер был посвящен именно возвращению делу прокурору. И ваша статья, почему оно невозможно, стала цветком этого номера. Большое спасибо. С вами была ведущая, адвокат Софья Литвинова в совместном проекте адвокатской коллегии «Альфа» и журнала «Уголовный процесс». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альфа